всех приветствую мои родные любимые сердце моего дорогие христолюбчики и брат и сестры в христе и все людям земле всем желаю все самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни сегодня у нас такой вот комментарий я хочу зачитать и кое-что сказать это не блудница пишет грешник грешников это не блудница была а многодетная женщина но это комментарий к ролику иисус навин 2 глава блудница раб спасает израильских разведчиков который по это не блудница была а многодетная женщина которая помогали которой помогали мужчины это та же ситуация как самарянка где шестой мужчины не муж ее иудеи и ту и эту унизили назвав блудницей конечно если бог любовь как он дал благословить как он дал благословение на убийство конечно не давал иудейская версия стала ловушкой для христиан приведший к расприям религиозным войнам сектам что хочу сказать по поводу комментария ну конечно же все комментарии но основная на все таки масса будет всегда понятно тем людям кто знаком особенность это касается писания то есть вы должны знать писание достаточно хорошо чтоб вспомнив раф блудницы в книге иисуса навина история песни во второй главе а самарянки с которой встречался иисус у колодца конечно же все эти места надо знать если я буду их пересказывать это будет бессмысленно и более того это будет просто некорректно потому что я это уже пересказ вы сами знаете что библия это письмо письмена написаны людьми переписаны переведенные перетолкованные именно людьми вот если я буду еще и это перетолковывать да вы естественно должны быть знакомы хотя бы с теми оригиналами которые всех у нас имеются неважно в каких переводах уж какие есть да поэтому понятен мой ответ будет тем людям кто конечно же читал писание да по поводу урав и самарянки ну во первых насколько я помню сейчас тоже я не готовлюсь особо к этим ответам на комментарии насколько я помню в евангелии нигде самарянка прямо не автором все таки кто-то писал эти писания блудницы не названо иисус сам тем более ее блудницы тоже не называл он сказал то что есть на самом деле тем самым дав ей этой женщине ну так скажем основание для того чтобы утвердиться что он тот миссии которого все ждут да он показал ей свою прозорливость то что он все знает о ней но он нигде не подвел итог и более того когда этот момент я вспоминаю ли периодически зачитывая на каналах кто со мной читает евангелие там новый ветхий завет у меня все записано я всегда рекомендую прочитать библию от начала до конца хотите сами хотите вместе со мной всех приглашаю тогда вам много станет ясно в этой жизни вот опять же ссылаясь на этот момент я согласен что но просто автор грешный грешник конечно по его нику можно многое сказать о человеке да дару мне господи видеть грехи мои бесчисленные как песок морской человек очевидно православный скорее всего вот может быть католик но скорее всего все таки православный да и по поводу что иудеи там извратили я вот вот опять просто все в кучу мешает я хоть и по памяти говорю могу тоже надо ошибаться и кстати потом спокойненько себя сам разоблачает как это говорят или обличая на самом деле просто записываю ролик об ошибке о коррекции какой-то говорю я даже не стал перечитывать но насколько я помню я в этом практически убежден потому что я и библию знаю достаточно дословно уж новый завет а уж евангелие тем более сам иисус естественные блудницы прямо не называл автор которому приписывает это евангелие так называемый иоанн апостол любви даян богослов апостол любви любим ученик иисус он ее в писании тоже как таковой блудницы не называет это раз это очень тоже важно знать вот мы к откуда все вот это знаете уже учение порой даже не осознанно людьми вот создавая создаваемый вот вот из таких тоже из таких вот мыслей вы знаете мы я сам был такой да возьмем какую техническую литературу я читаю художественную еще что-то я сам сколько раз убеждался что я вижу то что я хочу видеть там совсем другое слово я думаю сейчас поймете о чем я говорю мне даже примера такого только недавно где-то что-то было то есть я читаю одно слово какое мне хочется или что-то стация была или а там другое слово да и буква еще другие то есть я про а в голове читаю по-другому но вы знаете как так бывает да и вот на основе этого комментария тут дело не в том что я хочу даже уничижить человека до изобличить что-то просто действительно мы этим можем все несознательно бывает а на 1 10 сознательно я заранее не могу на основе комментария такого да просто качек специально не специально там подмешивает все это может быть бывает случайно мы плохо знаем писание то же самое да не утруждаемся бывает а может нам на мысль вот я рассказал если допустим человек услышит мой комментарий на его комментарии мне может появится желание открыть и посмотреть слушай аж правда на и нашимся вернее я так подаю информацию вот да вот в его комментарии якобы некие иудеи извратили писание в плане того что вы сами знаете что я его тоже утверждаю что писание естественно искажено но все надо разбирать по полочкам вот частности что там самарянка там названа блудницы да типа она не такая у нее просто есть мужчина который помогает ну вот я говорю дело не в самом слове то да или в самом или или в нем тоже дело да хотя вот я тоже говорю говорю вы знаете и кажется сейчас на этого человека как бы наезжая с другой стороны если внимательно его комментарии читать принципе он тоже не говорит да что она в библии блудница названа но он же проводит аналогии это давайте вам еще раз открою чтобы он у вас просто на глазах был это не блудница была многодетная женщина это права в которой помогали мужчин плюс я не помню точно свое видео естественно сами понимаете когда эти видео все записывал люди смотрят пишут комментарии и я уж тем более читаю их отстранена немножко я понятия не имею какую эмоцию какая минута если давали ссылки или какая мысль вызвала у человека какие-то эмоции что я там сказал да что я там уже комментировал говорил ну на меня тут в принципе нет наездок я просто говорю да это же ситуация как и с самарянкой где шестой мужчина не муж ее иудей и ту и эту унизили назвал блудницы то есть вот опять автор очень тяжело понять да то есть вот я пытаюсь искренне вчитаться его комментарии казалось бы он говорит то же самое с самарянкой он как бы пытается просто о духовном говорить но говорит что некий иудей какие иудеи я не готовился на это точно знаю что помню могу сейчас на паузу поставить пересмотреть этот момент по иоанну очень легко вы найти это 8 глава евангелиотана не называл ее иоанн блудницы да ой самарянка 4 простите это я про женщину взятую прелюбодеяние как раз самарянка 4 глава пожалуйста беседа самарянка ее не зря так называют она не названа беседа с блудницей у колодца да там вот нигде никто ее я поставлю на паузу сейчас точно посмотрю ну в общем я посмотрел и все так и есть можете сами пересмотреть четвертую главу евангелиотана автор евангелие от иоанна иоанн богослов пусть так он не называет ее нигде блудницы иисус и блудницы называют тоже да вот когда я читаю комментарии грешника грешников вот что это за иудеи которые унизили самарянку говорившись иисуса назвав ее блудницы какие иудеи кто унизил где он это прочитал конечно если бог любовь как он дал бы и тут дальше уже вот по-моему это мы смысле вообще об убийстве там то что иисус навин вот они вырезали весь этот город сегодня ну поэтому и сегодня все скажем вкратце ладно но ролик я хочу посвятить вот как бы опять части и правильности понимания писания и вглядывания в него всегда говорю обращайте внимание на мелочи и нюансы да я говорю вот автор показал нам все это я вам на его комментарии как бы продемонстрировал опять что это не блудница была вот автор с он конечно имеет полное право связать я не спорю да но я вот сейчас даже не буду иисуса навина вторую главу пересматривать я прекрасно помню что она естественно программе в синодальном новом русском переводе действительно эта женщина названа блудницей да блудница но это даже не проститутка это женщина да которая ну то с одним то с другим такая фреольная женщина да вот но опять же по нашей интерпретации что там было во времена еврея иисуса навина сказать сколько это тысяч лет даже дана до рождества христова кто написал это кто написал что вкладывал это слово блудница может быть он имел ввиду что это женщина занимающаяся сексом за деньги может это было проститутка да как говорят вполне может быть как уже переписали перевели перетолковали и что до нас дошло одному богу известно и поэтому и связи с самарянкой я не вижу никакой вот заметьте знаете почему человек связывается с самарянкой потому что для него блуд скорее всего любое сожительство а я так не считаю я считаю что человек если живут если люди согласились жить вместе достаточно если кто-то когда-то кому-то произнесет произнес слова я люблю тебя давай будем вместе давай создадим семью это в это слово в принципе человек сказав и вложил все клятвы ты будешь верен ты будешь честен добр мил радушен заботлив ласков да ты сказал это ты все сказал и не надо говорить это в загсе при попах при пасторах это не имеет значения ты ей сказал она сказала тебе этого достаточно вы в этот момент стали мужем и женой высого вы сказали что испытываете друг другу любовь и хотите быть вместе потому что вам не хочется расставаться когда люди начинают жить вместе когда им не хочется расставаться оставайся у меня сегодня оставайся и завтра я поэтому по поводу рав нам ничего не понятно действительно кроме этого слова жизни ее какого-то контакта с мужчинами не описано мы ничего там понять абсолютно не можем мы можем лишь гадать какое слово до нас дошло и как человек этот комментатор что-то там увидела иудеями кознями подстроена опять штраф названа блуднице вполне может быть не вижу никаких аргументов против того чтобы она не могла быть там фривольной женщины занимающийся сексом за деньги да то есть таким образом пропит пропитала доставляя себе пропитание сейчас дело не в этом осуждаю я нет или истины нет сегодня не будем об этом говорить вот а и по поводу самаренко самаренко вообще еще все проще и я вот как бы не закончил нас теперь закончу когда этот же момент читаю евангелие от анализа вспоминаю иисус действительно говоря ее жизнь и сказав что не было пять мужей более того из тех евангелий тур нас дошли вот в тех переводах мы не можем понять если эти пять мужей все умирали один за другим такое вполне возможно вы помните иисусу подколов его по хотев его ловить придумали такую жизненную интерпретацию что у некой женщины был муж потом умирали было семь братьев да и так один за другим брал их себе и все умирали помните когда его просто ну там был вопрос о воскресенье дайте пока вы по воскресенье мертвых чья она будет жена если она была земле женою семи братьев да иисусом тогда ответил что не знаете ни писания ни силы божьей там не выходит замуж не женится там все могут любить друг друга каким-то законным способом и там не нужно создавать ячейки общества до семья это святое там все будут любить друг друга там нибудь никаких замкнутых пространств до комнатушечек там все могут общаться друг с другом и любить друг друга по всякому я так понимаю и все это будет законно законно я имею до природном уровне все это не будет не причинять никому боль вот поэтому мы когда иисус говорит об этой женщине я много разных тоже комментариев читал слышал изучал исследовал на самом деле конечно иисус что сказал то сказал все остальное мы теперь это все кануло в лето иисуса рядом с нами нет мы конечно все внутри сердца своего можем задать вопрос богу потом ссылаться мне бог дал откровение ну дал и хорошо ты можешь его произнести можешь свои мысли ты можешь даже конечно кричать во все уши что его все во все горло что это бог тебе точно сказал у каждый человек остается свободен верить тебе или нет что они умерли и она законно выходила за каждого последнего хотя вот именно иисус сказал что ныне который тебе не муж опять же были остальные пять не мужьями мы не можем сделать выводы я надеюсь вот так вот я вас учу вдумываться вчитываться нынешний муж а те пять опять может были законные мужьями умирали один за одним поэтому а самарянки говорит что она блудница я бы ни в коем случае не стал сравнивать ее с рав где даже по писанию она тупо прямо не иудеями или не знаю ну человек может считать что все писания иудеями написаны ну в свое время да потом их переводили переписывали перетолковывали уже неизвестно кто греки латиняне славяне православные католики протестанты все кому не лень поэтому все взял что иудеи написали а может это первый патриарх московский извратила может быть это еще византийская церковь а может это греки так написали но все он взял что это иудеи с чего неси вот папа поэтому по поводу самарянки если вы разберетесь вообще никакого повода нельзя называть ее блудницей но только для религиозников законников фарисеев и книжников которые считают что брак благословляется только попом пастором и католическим священником до кардиналом для таких людей конечно слова иисуса что и ныне не муж тебе говорит о том что она живет в блуде брак не крещённый не благословленный не венчаны они до не причащались на венчание ничего да вот такие все дети в грехах все сами в грехах но для таких да для таких как я нормальных людей я считаю что если она живет иисус вообще иисус в принципе вот именно мы я все читал и выслушать а вообще слышите пусть там у нас без эмоциональный такой текст вы где-нибудь слышите что в принципе вот именно укор в глазах иисуса за это он рассказал ее жизнь он подвел итоги он сделал выводы вообще стал я дальше доколюбоваться тебе срочно нужно повенчаться в православной церкви в единой истиной срочно иначе ты будешь жить в грехе у них вообще за это разговор заходит она не сказала прости господи у нее сердце открылось она сказал господи я грешная грешная супер грешный грешник из грешников как вот автор этого комментария разве она такое произнесла она сказала вижу ты пророк ты не все сказал правду не сказал что и правду сказала моих грехах когда она побежала потом в свою деревню рассказывал она горит посмотрите пойдите посмотрите на человека который рассказал обо мне все она опять не сказала что он облечил ее в грехе наставил на путь истины она грешница блудница мы видим там вообще другой контекст вот эта беседа самарянка мы как раз видим что там призывает к высокому что богу поклоняется не в капищах не на горах не в храмах а в духе истине то есть как что такое истина это жизнь то есть это же в святая жизнь бог есть бог естественно бог есть святость бог есть свет бог есть любовь значит жизнь в истине жить в любви бог есть дух и поклоняющие должны поклоняться в духе истины дух какой бог есть любовь все беседа просто великолепное вообще этот момент и да это событие я верю во все эти евангельские события ну почти может во все или то как их почти описали почти смысле я их может во все верю даже которые до нас дошли в этих евангелий синодальном там неважно каком переводе но насколько их правильно передали большой вопрос у меня вот и поэтому я читаю комментарии таких людей вы видите даже не знаю какой я хотел опять этим комментарием воспользоваться показать как надо читать писание читать писание размышлять над жизнью понимать вот это человек откуда берешь ты людей извратили почему иудеи ты читаешь сейчас ты неудейские писание читаешь что читаешь возможно свойственно дальний перевод своей секты кто тебя это ты чё и и не обвиняешь а почему ты ее не заподозриваешь в искажении писаний почему сразу на иудеев на каких-то наезжаешь неизвестно каких кто это написал счет и взял что автор не написал что это блудница и малыш он там можно вообще может проститутка была на самом деле это уже дан может быть даже мягко тебе так донесли а на самом деле она была самые самые настоящие женщины продающие себя за деньги причем возможно что нет плохой жизни возможно есть была работа но она выбрала такой путь возможно не было альтернативы работы она решила вот так вот это сказать легкие деньги ну пойдите поработайте я бы не стал таким заниматься я думаю что любая проститутка практически любая из таких природных психических отклонений они страдают от такой работы так скажем да уж понятно какие у них там клиенты люди еще хуже чем она в 100 в 100 тысяч раз все блудниц обвиняют а те кто к ним ходят еще похуже не вот так вот поэтому что могу сказать по поводу самарянки вообще не знаю с чего человек взял никаких оснований кому-то предъявлять и вообще на основании чего предъявлять кому-то что самарянка была блудница я так не считаю то что она жила с 6 мужчины по счету непонятно как после смерти пятых после разводов даже с пятым на который может и бросил там да и она к чередному прилипла или кто-то ее прилепил я ее не осуждаю и слава богу люди счастливы я радуюсь если люди никому не делают несчастье это не является грехом кому она сделала хоть хоть сто к шестому она прилипла и выбрали что этот согласился они вместе решили тот знал об ее пяти мужиках в этой деревне ну конечно знал живет же с ней люди счастливы слава богу помогает решать друг друг бытовые проблемы вместе все легче помогает друг другу заботиться какие-то радости личные поцелушки там секс ушки и пожалуйста чё люди счастливы ради бога кто и может запретить кто их может в грехе обвинить иисус ни в чем ее не обвинил по поводу рав слово есть такое что оно значит что до нас дошло но смысл в современном блуд там хотя кто в современных чуток не вкладывают в блуд даже в тот же самый а что там автор что переписали я не знаю туда же до определения это я дам а кто сказал что тот кто писал переводил перед этого переписывал это же имеет ввиду что и ты кто это скажет у нас разные словари разные слова в мире даже толкует очень по-разному с очень если приблизительно одинаково с достаточно большим разбросом вот именно в одном найдете чтобы вот это другое тут третьем то в третьем четвертом в разные стороны вы найдете разные определения многих слов видите как все сложно а в концовке все скажу а что делать я простоте а как все просто страдает кто или нет вот и грех вообще чего вам до них то конечно если вы впились в библию как слово божье это караул у вас головой будет всегда непорядок с мозгами с мыслями сердцем пошел будете из этих поступков делать это вот кто-то назвал ее кто и назвал блуднистым зачем почему была ли она что она совершала в чем я буду состоял на спала за деньги или нет или что в чем где она там что делать почему я этого не должен делать что я не должен делать конкретно там не описано вы знаете кого угодно можно назвать кем угодно она может посмотрела на кого-то косые блудницы прозвали или она ходила без платочка как православный все проститутка наша как косметику нанесла платочек сняла косметику нанесла волосы распушила все блять последние я сейчас не ругаюсь вы понимаете да вот не думать никогда не слышали есть такое слово уже тоже или может она ругать лишь не помню ну так называют да может от жаргона слов я уж позабыл я не выражался но это я так понимаю и теперь уже вспоминают на определение какой-то ну может грубая просто был наверное разницы от ладно не будут слова больше употреблять это слово от этого от был блудницы но у нас никогда в молодежи никогда такого русское слово есть вот это набе как раз не не блудница были последняя да так у нас могут называть за что угодно человека кто написал эти послания иисуса на вину люди которые людей не щадили да вот так вот на этой ноте закончим да папа поменьше мусора в голове поймите одно добро и зло в жизни очень легко определить делаешь кому-то несчастье делаешь зло но не молчу о том и не молчу и сильную память тоже в этом мире разум возле это не значит что если всем не подлизываешь если ты всем не угождаешь если ты идешь за истины если ты светишь это миру и всем стоишь поперек горло костью поперек горло не знает что ты плохой ты грешник и творишь зло мы должны светить и ты всегда сведует всегда жечь тьму и всегда огонь будет жить для он всегда будет неприятен поэтому просто поймите одно дело когда вы просто одним своим существованием кому-то не нравитесь не угодно да это одно своим контентом веру словами видом где делами добрыми новые злу не угодны это не зло вы никому иисус стоял в истине за что за что он умер за что его убили за истину за правду за любовь вот а настоящее зло когда действительно человека прессуешь насилуешь грубо говоря да берешь свое поэтому наш свобода заканчивается там не начинает свобода другого человека наше удовольствие получение удовольствия заканчивается там где за счет наших удовольствий кто-то начинает плакать страдать и возможно и умирать вот это все а то что наша жизнь кого-то извините неудобно уж попростите у меня есть свобода жить так как я хочу вот так хотелось поговорить сегодня это ролик не его конечно можно воспользоваться облуд так я вам описал я сам могу вам дать свое определение был до праведности святости но я хотел этот комментарий не под этом сделайте так 25 минут как все наговорил а вот больше о том что читать как читать но что-то важно вся клажил определение будут при людям приписал приписал того чего нету что типа там что-то извратили никто там вообще даже эти писания нигде самарянка блудница него нет не названа это уже мы с вами вы абстрагируетесь вы же поймите это я уже мыслю я прочитал что не шестой муж так название мужчины не муж и все у меня в голове со современными стереотипами и мне заложенными определениями общества религиозников традиций каких-то это я сделал вы уж что она блудница иисус этого не делал автор даже евангелие а иоанн этого не сделал поэтому этот автор сделал а не надо делать таких выводов она возможно ей не являлась всякое могло быть я не знаю как она там что она жила что это 6 мужчина муж может помимо этого куча любовников но факт остается фактом надо проще к этому относиться действительно увидеть что иисус к ней с ней разговаривал благословно да с любовью чего не о таких вещах говорили о которых он даже с иудеями парнию потому что не способны были не слушать не слышать имели желание скорее даже слушать не способны были его услышать из беседы самарянки кто знает это одни из любимейших мест и действительно узнали что богу поклоняемся но это мы всегда знали от рождения если бы не религиозные секты культа и мировоззрения летающие в нашем бытие мы бы и так все это знали нас действительно запрограммировали так отшлифовали так нашему сама по годам когда мы уже начинаем своими мозгами соображать что мы потом не можем порой к нормальной истине к той изначальной прийти бог не в рукотворенных храмах живет и не требует поклонений служения рук человеческих бог есть дух бог есть личность бог есть иисус христос бог есть всячески во всем и поклоняется ему тот кто любит все божье творение абсолютно любит от не значит я люблю свинюшку и убиваю чтоб сожрать на ты тогда никого не любишь будьте светом будьте счастливы светите радуйтесь жизни и будет с вами да пребудет с вами мир господи и и Субтитры создавал DimaTorzok